Канал о моделизме Здравствуйте, уважаемые подписчики! С вами вновь АЭФ-студио и Алексей Соловьев. Здравствуйте, Алексей! Добрый день! Вам слово, потому что у нас сегодня будет очень интересный урок, посвященный, я так понимаю, Первой мировой войне. Да. Сегодня у нас впервые на канале поднимается тема Первой мировой войны в бронетанковой технике. Тема эта достаточно интересна тем, что предлагает моделисту интересные камуфляжи. Особенно были интересные камуфляжи у армии Франции, прежде всего. И, конечно же, в этом разделе также отметились и британцы, и, конечно же, немцы. Сегодня у нас будет интересная модель. Вот почему. Это будет британский танк МК-4 «Самка» с пулеметным вооружением. Достаточно известная модификация танка. Наиболее, так скажем, массовая, в отличие от предшественников. Поскольку этих машин было изготовлено гораздо больше, чем марков первых, вторых, третьих. Но машина у нас будет в германской армии. Не совсем это будет Первая мировая война, но сам камуфляж будет такой, как делали в ту эпоху. А именно. Машина будет из себя представлять танк из добровольческого подразделения, знаменитый «Фрайкорпус» в Германии на 19-й год во время гражданской войны в этой стране. Дело в том, что после Первой мировой войны не вся тяжелая техника была изъята в Германии. И в частности, во время восстания в Лейпциге, когда коммунисты подняли восстание, то «Фрайкорпус» – добровольческое подразделение, регулярная армия, которая на тот момент была небольшая, подавляли это восстание. В том числе остались знаменитые фотографии, где можно было видеть вот этот танк «Марк-4» и еще танк «Виппет» английский. Это все британские танки, захваченные немцами еще в период Первой мировой войны. Поскольку бронетехника эта была, у немцев вкрасилась в несколько иные цвета и несла маркировку в виде имперских крестов, то в добровольческом корпусе эти машины перекрашивались и камуфляж наносился по образцу французского с применением так называемой черной ломающей силуэт линии. Линия черная, которая разделяет пятна камуфляжа для того, чтобы силуэт танка был трудно различим на большом расстоянии. Поэтому мы будем сегодня воспроизводить именно такую машину. Это машина от компании «Током». Это одна из новинок фирмы. Почему новинка? Я сейчас объясню. Дело в том, что ранее фирма уже выпускала «Марк-4» из «Самца» и «Самку». Но в той модели вы могли построить только машины на период Первой мировой. Декали предлагали вам делать. Это или британский, или немецкий танк. И кроме того, самым большим недостатком того старого набора были очень трудные в работе траки. Потому что там производитель предлагал вам полностью воспроизвести, точнее собрать трак так, как его делали на заводе. То есть направляющие вы приклеивали к башмаку трака. И так вам надо было сложить полностью всю цепь порядка 91-92 траков. В этой модели уже идут рабочие гусеницы, которые на щелчке прекрасно собираются и устанавливаются на модель. Сама по себе модель сборки нетрудная, абсолютно достаточно простая. Кто хочет более подробно окунуться, можете посмотреть в МХОБе, были статьи по этим машинам. Все подробно было написано обо всех нюансах и тонкостях в плане копийности. Поэтому мы решили сделать вот такую интересную модель. Потому что на ней можно будет показать технологию применения вот этого ломаного камуфляжа. Может мы покажем, у тебя нет образца какого-то. Чтобы люди, которые не знакомы с этим, не могли бы представлять сейчас, о чем мы говорим. Можем показать из инструкции. У нас есть, это из инструкции от модели. Нам предлагается вот такой боковичок. Вот такой боковичок нам предлагают. Но в чем здесь есть проблема? К сожалению, данный боковик нам не дает возможность увидеть правый борт машины. Нам его приходится домысливать самостоятельно. Но я обратился к источникам из журнала. В частности, в МХОБе была статья работы Мигеля Химениса, где он показывает именно этот танк. И я воспользуюсь его наработками по нанесению пятен. То есть, я частично повторю что-то с этой машины. Но во всем остальном она будет, естественно, другая. То есть, визеринг здесь будет иной. И будет он отличаться. Здесь будет меньше, так скажем, загрязнений, характерных именно для поля боя. Я понимаю, что машина была в городских условиях. Но хочется немножко показать какие-то все-таки следы, что она по полю-то немножко у нас каталась. Вот. Поэтому сейчас она у нас закрыта в базовой. Это была у нас X19 от Tamii. Краска. Это базовый слой. Был нанесен на модель серый, небесный. Вот. Как основа. Дальше мы сейчас будем подбирать краски близкие по тону. Их придется, конечно, смешивать, осветлять. И будем наносить их на модель. А дальше я буду показывать, как можно безболезненно и достаточно легко вот эти самые пятна разделить. И смотрите, чтобы линия у вас оставалась практически одинаковой толщины. Потому что кистью сделать это будет трудновато. Придется набивать руку. А модель, например, кому-то хочется иметь сразу уже хорошую. Поэтому я покажу способ, который будет удобен. И вы можете его применять и в других подобных моделях. Леша, скажи, пожалуйста. А в каком номере можно посмотреть, если кому-то интересно, данный камуфляж, именно эта статья? По окраске это был номер 2 за 2016 год. Февральский номер 2016 года. Пожалуйста, можете там почитать. Там еще есть интересная статья по немецкому танку времен Первой мировой. По модели от компании Менг. А вот в плане окраски есть статья по марку 4. В исполнении фрай-корпуса, добровольческого корпуса таких вот немецких вооруженных формирований. Ну что, уважаемые друзья, мы сейчас меняем ракурс и приступаем к работе. Оставайтесь с нами, будет много интересов. Мы выполнили нанесение камуфляжа на данную модель. Сейчас, скажем так, некоторые наши подписчики скажут. Ну что, пятна нарисовали за кадром, да? Ну, в принципе, процесс нанесения, тут ничего нового нет. Давай мы уточним просто. Если я хочу нарисовать вот такое пятно, которое имеет, ну, скажем, нечеткую границу. Размытую границу. Чтобы у меня не было, скажем так, вот мелкой-мелкой-мелкой такой, знаешь, как шагрень. Как настроить надо аэрограф? Какое давление надо давать? Я делал на давление единицы. Краска достаточно жидкая. Опять же, можно разбавлять на глаз, пробовать выкраски делать. Снимаем диффузор обязательно. И очень аккуратно сначала рисуем контур пятна, а потом уже по центру его закрашиваем. Тем не менее, данный камуфляж, что выполнялся в те времена не из аэрографа, понятно, не из пульверизатора, вручную и кистями. Конечно, границы должны быть четкими. Но в нашем случае четкость будет получена за счет применения вот как раз вот этого ломающего черного силуэта, черных полос. Сейчас я покажу краски сначала, какие мы применяли. Значит, это был 19-й от Томи, это серая база. Дальше зеленые пятна накрашивали 65-м. В него я добавлял немножко белого. Значит, соотношение было такое. Я брал 1 мл зеленой краски вот этой, да, 65-й. Извини, что тебя перебиваю. Давай мы сразу покажем, скажем так, Алексей использует шприцы. Некоторые скажут, что вы там на глаз, что ли, мерите? Нет, вот шприц, поэтому очень просто. Вот он, деление все показано. Вот 1 мл и 4 мл белый. Очень просто. Шприцы для каждого цвета лучше иметь свой, чтобы внутри не смешивалось это все. Цена вопроса 6 рублей за что? Да, поэтому это вещь одноразовая, можно выкидывать. Значит, коричневые пятна, это был вот такой 79-й номер точно так же. 5 мл, точнее 1 мл я набирал и 4 мл белого. И песочные пятна мы получили при помощи 59-го. Такая же точно пропорция. Миллилитр и 0,4 мл белой краски. Вот в таком соотношении, ну, примерно 1 к 2, можно так сказать, да, 2 части базового цвета, 1 часть белого. Мы получили вот такие цвета. Ну, насколько это было максимально возможно, я старался попасть в оригинал. В данном случае инструкция нам предлагает вот такой вид. Опять же, все это достаточно условно, сами цвета. В то время применялись краски не военные, а тогда их еще по сути дела-то не было. И большинство красок это были железнодорожные, там, да, то есть, чем могли красить составы, вагоны. В основном эти краски шли оттуда. После чего, после нанесения камуфляжа, модель была закрыта Томиевским глянцевым лаком 22 номером. Сейчас мы даем ей время высохнуть и мы будем работать. Почему сейчас мы нанесли глянцевый лак? Это будет нужно для работы нашим инструментом, который мы покажем далее. Он работает именно по глянцевой поверхности, поматовой, он работает крайне плохо. Поэтому мы закрыли в один проход, то есть, не очень сильный глянец. Ну, видно, что он блестит, но тем не менее. Поэтому сейчас мы ждем и дальше мы будем работать с черными полосками. То есть, самое интересное, пожалуй, в этом камуфляже, это как раз эти полосы. Леша, это всегда, скажем так, заставляло задуматься, все-таки, как наносить эти черные полосы заранее, пятен или пятна сначала наносятся. Но вот как раз в этом ролике мы уже развеем эти мифы, да? Да. Ну, тогда модель сохнет у нас, уважаемые друзья, для вас пройдет одна минута, а мы перейдем к черным как раз полосам. Итак, теперь мы приступаем как раз к созданию ломающего силуэта к черным линиям. И делать мы его будем вот таким вот маркером. Наверное, многие уже догадались, да, в самом начале, что это будут не краски. Это вот такой маркер. Название вы его видите очень хорошо. Продается они в магазине для художников, там, Леонардо и так далее. Я лично покупал Леонардо. Он имеет, скажем так, ну, две ширины полос. То есть, это большая, вот с таким наконечником, широкая, и вот такая вот тонкая. Мы будем работать тонкой по глянцевому лаку. И как раз сейчас приступаем. Наша задача полностью обвести контуры на модели. Ну, вот давайте мы прям тут и начнем. Рельеф достаточно сложный. Маркер не везде может пролезть. Но оно и не надо, потому что смывки, эффекты и так далее. И сколы в тех очень маленьких местах все скроют. И ничего у нас не останется. Не прокрашиваем. Леша, вот такой толщины достаточно, да? Да, для таких полос достаточно. Если вдруг вам нужны полосы чуть толще, вы можете пройтись в два захода. Субтитры сделал DimaTorzok 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 После того, как мы нанесли наши черные полоски на весь наш танк, значит, у нас получился как раз сломанный силуэт машины. Достаточно хороший. Еще раз повторю, в те места, где много заклепок или очень трудно было подлезть, все это потом скроется и не обязательно прямо это все выводить до конца. В нашем случае, если вы строите парадную машину, конечно, вам придется это все красками восполнять. Теперь будет необходимость защитить эти черные полосы. Почему? Потому что впереди у нас много различных эффектов. Фломастер в основном этот делается, как я понимаю, на спирту, поэтому спиртосодержащие лаки и водные лаки не подходят. Вот я здесь специально сделал, можете обратить внимание. Вот здесь я нанес томиевский лак акриловый. Вот что произойдет. У вас начнет смываться этот фломастер, и он начнет становиться, эти полосы начнут становиться шире. Причем контролировать процесс очень трудно и приведет это к тому, что вы будете перекрашивать модель. А значит, нам нужен лак, который не реагирует с этим составом. Выход тоже есть и тоже от фирмы Томиев. Такой же точный X-22, но только уже не акриловый, а старый добрый эмалевый продукт. Мы будем закрывать фломастер, да? Да, я его не наливаю в аэрограф. Нам не нужно большую поверхность. Я набираю на кисть. И аккуратно кисточкой мы просто проводим поверх накрашенных полос. Лак этот имеет очень хорошее свойство, как и вся продукция компании Томиев. Поэтому он прекрасно у вас ляжет. Никаких следов он после себя не оставит. И естественно, после того, как мы... Он у нас немножко подсохнет, да? Ну, минут 15 мы ему дадим высохнуть. Он за это время хорошо должен высохнуть. Ну и дальше закрываем, не боясь, уже спиртовым обычным акрилом. Для того, чтобы нанести декали и так далее. Все остальные последующие работы. Ну что, сейчас, Леш, наносим кистью на всю модель. В принципе, уже нам понятно, как это делать. Да, тут все просто. Вот, уважаемые друзья, сейчас мы это быстро все нанесем. И следующий этап у нас будет лежать. Мы будем делать сколы. Будем делать сколы. Да, мы нанесем декали. И после нанесения декали мы будем делать сколы. Сколов будет не очень много так. В нескольких наиболее таких характерных местах мы их покажем. А дальше будут масляные точки. И на этом сегодня у нас пока будет все с этой моделью. Мы нанесли декали. Сейчас они у нас немножко еще высыхают. Декаль обтягивается при помощи вот этого состава, как всегда, от фирмы Валеха. Сейчас мы будем делать сколы. Сколы будем делать спонжем и 44-й миговской краской. Делать будем их совсем немножко. Буквально вот в самых таких местах, где наибольше может быть износ. То есть вот здесь, по верхней, вот этой крышке боевой рубки. Понятно, что нам могут возразить, но тем не менее, для того, чтобы придать некоторый вид. Участников этих событий сохранилось достаточно. Да, я думаю, что они напишут в комментариях, как оно было. Мы обязательно прислушаемся в следующий раз. Итак, Леша, мы нанесли чуть-чуть сколы. Да, совсем немножко мы их сделали, чтобы не переборщить. Понятно, что, может быть, их вообще не было, но я решил, что надо будет их немножечко показать. Сейчас, поскольку у нас черные полосы были закрыты лаком на основе вайдспирита, нам надо будет закрыть модель уже спиртовым лаком, для того, чтобы работать уже продуктами на основе ямали. Это будет масло. Сейчас мы закрываем лаком, немножко сушим модель и переходим уже к масляным точкам. И еще мы сделаем сегодня задел под нашу будущее загрязнение. Мы будем использовать для этого пасту. Так что сейчас мы закрываем лаком. Леша, каким лаком ты уже сейчас? Сейчас уже вот там, 22 номером, уже на спиртовой основе мы закрываем модель. Х-22. Да. Так, теперь после того, как лак у нас, в принципе, высох, то есть не до конца, но позволяет по нему уже работать, но не позволяет обильно модель трогать руками. Мы будем наносить масляные точки. Первый цвет у нас это Buff Oil Brush. Как всегда, используя его. Значит, кто привык работать с простым маслом, ради бога, это, скажем так, вещь такая, сугубо индивидуальная. Кому что больше нравится. В случайном порядке я их ставлю на корпус машины. В данном случае это не будет играть роль какого-то высветления. Это просто для усложнения восприятия цвета. И не более того. В этот раз мы будем использовать два оттенка. Сейчас я покажу второй. Это, скажем так, задел под будущий наш везеринг, который здесь у нас будет. Но я напоминаю, что он будет не сильно такой ярко выраженный. Все-таки машина была в городе, но тем не менее мы покажем некоторые эффекты. Так, и следующий у нас идет, это называется Starship Field. Ну, я не знаю, почему его так назвали, но на самом деле это такой темно-серый, наверное, цвет. И тоже в виде точечек мы его ставим на модель. После этого мы начинаем их растушевывать. Плоская кисть White Spirit. Как всегда, набираем на кисточку. Лишнее обмакнули. И вертикальными движениями начинаем смывать, размывать масляные точки. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Значит, мы размыли масляные точки. Можно видеть эффект. Такие у нас остались очень тонкие полоски в ряде мест. То есть, это нам дает возможность в дальнейшем имитировать различные загрязнения, выгорания и прочие эффекты, связанные с эксплуатацией машины. Теперь мы нанесем пастой акрилик мат от Amamik. Это 2102 номер. Значит, наиболее такую крупную грязь, которая может встречаться на данных машинах. Ну, если посмотреть на фотографии, то можно увидеть, что в основном все это сыпется с гусеничных траков. Поэтому на крышу башни вот этой вот, да, с пулеметами мы обязательно этот состав наносим. Это не значит, что он будет такого же цвета. Это просто текстурная паста. И цвет, конечно же, будет другой, потому что будем это все перекрывать другими слоями. Значит, здесь то же самое. Набивается постоянно эта грязь. У нас, по легенде, скажем так, танк сошел все-таки с поля и пошел в город разгонять демонстрацию. Поэтому все-таки помыть его не успели. Некогда было. Итак, дорогие друзья, мы на сегодняшний день завершили все запланированные работы по модели. Нанесена была паста. Можете, я покажу ее вид сверху, как мы ее распределили по корпусу танка. И в то же время она была нанесена на все участки, где могла появляться грязь после прохождения танка по полю. Это задел под будущий везеринг, который у нас уже будет в следующей части видео, где мы будем работать с траками, с корпусом машины. Напоминаю, что паста акриловая, поэтому в данном случае она не нуждается в защите лаком. У нас получается достаточно интересный результат. Соответствует той схеме, которую предлагает производитель. Но насколько это исторично судить трудно. Опять же повторю, что краска, которую предлагает и производитель, и другие авторы, конечно же, не может с точностью повторять то, каким этот танк был. Фотографии черно-белые, а чисто военных цветов, как я уже говорил, тогда не было. Были в основном гражданские железнодорожные цвета. Вот, собственно, мы и постарались это воспроизвести. Ну что, Алексей, большое спасибо. Вновь у нас получается достойная модель. Кстати, совсем скоро уже будет действовать выставка в ТМе, где вы можете уже воочию все практически новинки Алексея увидеть на этой выставке. Вживую. Вживую, да. Ну, от канала АЭФ, от наших зрителей, позвольте вручить Алексею памятную такую вот, скажем, плашечку за 2000... Благодарю. Хотел сказать, 16-й, да? Алексей у нас даже с 16-го года. С 16-го, да. Хотел сказать... Ну да, начиная с 16-го и по 17-й год. Спасибо, Алексей. Спасибо вам. Смотрите обязательно наше видео, там будет много интересного. И вы увидите, как же можно, скажем так, сделать не сильно грязный там практически первый мировой момент. Да. Большое спасибо, Леша. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...